В Москве 10 часов утра Выслушайте радио Максимум 103,7 FM Утреннее шоу Чак и Шуманский Побудем на радио Всем еще раз привет! Доброе утро! Мы Чак и Шуманский Плюс 16 градусов температура в Москве Сейчас отличная погода И не менее отлично мы проведем наш следующий час В компании людей, которые знают о дрифте все Итак, встречайте в студии радио Максимум Дмитрий Добровольский Руководитель российской дрифт серии Председатель комитета дрифта Российской Автомобильной Федерации Мастер спорта по автоспорту Здравствуйте, Дмитрий! Доброе утро! И Аркадий Цареграцев Чемпион гран-при российской дрифт серии 2022 года Вице-чемпион интерконтинентального кубка Фео по дрифту Один из самых известных автогонщиков-дрифтеров в России Доброе утро, Аркадий! Доброе утро! Да, как только появился анонс о вашем присутствии сегодня в студии И сразу пошли комментарии Ого! Вау! Нифига себе! Вот это да! Да, я понимаю, что это, а, весеннее обострение, плюс обострение гонщиков, потому что снег сошел, льда больше нет, можно выкатывать свои колымаги и тоже дрифтовать Так, вот колымаги сейчас аккуратнее, да? С большой буквы! Хороший смысл этого слова! Я про кредитные говорю исключительно Машины взятые в аренду, хорошие Давайте коротко разъясним слушателю, что есть дрифт и насколько профессиональный спортивный дрифт отличается от заниженных тазов на смотровых площадках Дрифт – это искусство управления автомобилем в постоянном заносе И еще самое лучшее, что можно, в принципе, делать с автомобилем Отличненько! Правый или левый занос? Вот в чем вопрос Что лучше? Да, на самом деле мы здесь не просто так сегодня собрались, потому что стартует гран-при российской дрифт-серии Мы хотим его и проанонсировать, конечно же, что это будет вкратце? Это будет первый этап, открытие, торжественное, традиционное Самая зрелищная часть? Ну, думаю, что да А у нас все гонки – самая зрелищная часть То есть они не делятся на незрелищную и зрелищную Да, наши гонки – это уже хорошее событие Номер В – это самое посещаемое событие То есть вот первый этап, у него у нас по 20 тысяч человек будет Слушай, круто! Ну, помимо того, что мы расскажем об этом этапе гран-при российской дрифт-серии Мы сегодня еще подарим два билета за лучший вопрос Поэтому, ребята, 8926-007-1037 Пишите, задавайте В конце эфира выберем, и вы пойдете смотреть, как дрифтуют настоящие пацаны Да, пока вы придумаете лучший вопрос Я немножечко проанонсирую музыку, которая ждет нас в этом Утреннее шоу Чак и Шуманский Стартующего гран-при российской дрифт-серии Это авторитетное мероприятие, я вам скажу Потому что, судя по количеству написанного уже слушателями Складывается определенное впечатление Как вообще рейтинги мировых дрифт-серий составляются И как стать хотя бы в топ-3 войти из них Как, например, гран-при российской дрифт-серии Ну, рейтинги, как таковы, официальные у нас отсутствуют Ну, может, они где-то и есть В головах Они вряд ли серьезно Да, потому что нет какой-то сверх-серии, которая определяет Что вот это так, вот так Но на самом деле дрифт отличается от большинства дисциплин тем Что внутри, когда мы общаемся Мы довольно искренне друг с другом И мы всегда признаем успехи конкурентов И партнеров, и они наши Поэтому мы просто между собой все И пилоты, естественно, топовые пилоты У каждого спрашивают, что ему интересно Где самые лучшие проезды у него были Или там что самое плохое И так вот потихонечку складывается Ну, то есть когда комьюнити дружелюбно настроены Здесь за эфиром Только что буквально я слышал, как пошло обсуждение Дел, так сказать, на югах С тамошними гонками И мужики очень даже отзывались Говорят, хорошо, что там происходит Там люди радеют, люди болеют за свое дело И действительно складывается впечатление, что нет конкуренции И есть скорее взаимодействие И на мировой арене то же самое происходит То есть мы же вот смотрим, допустим, на японский чемпионат На европейский, на американский Вот их на самом деле сейчас 4 в мире есть чемпионата Самых лучших Это японский Но я с него просто так начал Они все на равном стоят А почему у японских лучших? А у них зародилось Они давно этим занимаются Они все придумывают А киевский дрифт Это вот их история Ну, а киевский дрифт Это уже опопсенная какая-то история Оно раньше началось значительно Оно там в конце 80-х началось В конце 80-х началось Вот, российская дрифт серия Это формула дрифт американская И дрифтмастер с GP европейская Вот это столпы дрифта по миру, которые вокруг себя это все притягивает и развивает Давайте обязательные элементы, которые должны присутствовать на чемпионате по дрифту Вот что должно быть? Участники классные Дальше поехали Машины крутые, прокаченные Ну, это к участникам относится К участникам Они есть участники Трибуны есть там Я хочу просто составить визуальную картинку, как все происходит у слушателя Трибуны — самое главное, что есть Ревущие трибуны Вкусненькая еда где-нибудь там сзади за ними обязательно Конечно Для детей там место найдется? Полно Ну, то есть, в принципе Да, даже есть аниматоры Даже Страшно представить, в чьих они ростовых куклах находятся В костюме шины Не, конусы 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 Да, есть Есть, москот, конусай Всем еще раз привет Говорим сегодня о дрифте О российской дрифт-серии О гран-при Которая будет проходить совсем скоро Разыгрываем, кстати, пару билетиков за лучший вопрос Вопрос от меня, Дмитрию Тут написано, Дмитрий, дорогой Что вы и сами выступаете в серии Да Катаетесь, да? Вы пилот Ну, я, естественно, не в гран-при Я в младшей А так и не скажешь В детской В Европе у нас есть такое мероприятие глобальное Там больше ста участников Вот вопрос такой, который вы уже написали Когда и на чем мы впервые дрифтанули Людей интересуется С чего это все началось? На Сильвии В 2017 году я первый раз вообще попробовал У меня не получилось Но я попробовал Простите, мы просто прослушали В Красноярске А, в Красноярске О, а как ты в Красноярске? Я тоже в Красноярске Только в 2007 году Так это столица дрифта России Получается, что так, да Это не только столица Это, знаете, это родина Это инкубатор Это какая-то волшебная, не знаю Страна? Ну да Которая вырождает своих героев А почему именно там? Из-за того, что, может быть, все время скользко? Может, делать больше нечего? Не знаю Я думал сначала, что, может быть, из-за смога А потом, как бы, что это? Одно следствие другого Да, как только подул Раз ветра нету Думать, надо газонуть Если кто-то прямо сейчас хочет дрифтануть Но думает, где и как ему это сделать Как начать? Надо найти дрифт школы Их полно даже в Москве Вообще, во всех крупных городах есть Прям набираешь Я просто подумал, что кто-то сейчас сидит Смотрит на свою ласточку Они дрифтанут И даже думает Ты у меня способен чуть-чуть на большее Спускается На форде каком-нибудь классическом можно? Или на ситроенчике? Да на всем, чем хочешь можно Главное, чтобы задний привод Это лучше на заднем, соответственно Не то, чтобы лучше Это вообще по-другому маловероятно Ну, то есть, это тоже можно сделать Конверсионные дрифты на переднем приводе Но это будет недолго Понял Слушайте, вот от таких людей Лайфхаки первые Это, по-моему, важнее всего, что только может быть Мы сегодня говорим о гран-при Российской дрифт-серии Какого числа, кстати, состоится у нас 29-го, 30-го апреля Вот-вот уже А где? В Москву Рейсвей Это по новой Риге Буквально там 40 минут Не нарушая Правил? Естественно Кстати, новая Рига Весьма удобная Хочу сказать, что Много полос туда Много обратно В выходной Есть даже шанс без пробок добраться А утром все начинается же Конечно Ну так тем более Вход для зрителей с 9 утра Хотел спросить, где старая Рига Но потом подумал Лучше тебя не знать Лучше не знать Так, вопрос был по поводу Искусства и реальность Да, здесь классный вопрос Который, кстати, участвует у нас В борьбе за лучший вопрос Вот есть фильмы про врачей Про всяких настоящих профессионалов Своего дела Но сами эти профессионалы Говорят, что фильмы Непроводоподобные Там все вранье и ложь Притянуто за уши Так ли с дрифтом В очередной из частей Форсажа Токийского дрифта Реально ли изображен Тот самый дрифтер из жизни Или там немножко прибирают Ну там похоже на самом деле Действительно Тусовка именно так и выглядит Особенно в Японии Как вот там показано И даже управление автомобилем Показано очень похоже Естественно, что там вот эта Финальная гонка Где в горах они мчат Против мустанга Такого нет И мы не падаем во враг И не выживаем после этого Но в целом все остальное Да, очень похоже Чего можно было бы еще Добавить в фильмы Из реальности Кстати, да О реальности как раз Именно гоночной составляющей Понятно, что может быть Это массовому зрителю не надо Именно как гонка проходит Но достоверности ради Да, но вот именно что Вот как было в первом Форсаже Почему первый Форсаж всем залетел Потому что там было очень похоже Там собирались в пустыне ребята И гоняли настоящий драгрейсинг И все такие Вау Мы после этого все начали гонять Этот драгрейсинг на улице А сейчас началось, да? Вертолет и транспорт Да, дрифт он как бы продолжил эту историю Но он уже, конечно, менее настоящий Но все равно очень похож Мне кажется, что даже если через кино Пусть не совсем достоверный человек Приходит к мысли о том, чтобы заняться дрифтом А это именно так и происходит Отлично Именно так и происходит Но только через Непонятно, не через большой экран А через то, что мы делаем На маленьком экране На том же на ютубе На рутюбе и так далее Где ваши материалы можно искать? А вот на ютубе и на рутюбе Как раз мы размещаемся Как называются ваши каналы? Они все называются Российская дрифтерия У Аркаши тоже есть канал Который он Да, у нас канал Зарубин называется Зарубин Это Анатолий, кстати говоря Автор этого канала Он один, я считаю Из тех людей Кто сделал в России дрифт Поднял его на такие высоты А тут он пишет про канал Под названием No Drift No Fun И спрашивает Аркадий Когда будут новые видео? В конце концов Это вообще никому нет Нет, это не к нам Но тоже ребята поддерживают Дрифт как могут Да, больше стритуху, конечно Но это отчасти тоже часть культуры Про стритуху и все остальное Чуть позже У нас в гостях сегодня Дмитрий Добровольский Руководитель российской дрифт-серии И Аркадий Целеградцев Чемпион гран-при Российской дрифт-серии 2022 года Говорим мы, конечно же Про дрифт, ребята И про серию И, кстати, вот по поводу дрифта Мы уже говорили о том, что Частично реальный дрифт Отражает искусство То, как про него снимаются фильмы Мне кажется, что Они же просматриваемые И форсаж, который мы запоминали Был супер популярным Я вам дам добавить К вашему обсуждению Хочу чуть-чуть Что мне кажется Что как раз третий форсаж С частями про дрифт Самый реальный из всего форсажа Ну, кроме первого, да Потому что все остальные Чем дальше Тем менее реальные истории Там показываются Только мы собственными силами Можем сделать что-то реально похожее Может быть снимем что-нибудь свое Российское Так мы уже сняли Опа Да Что же молчите? Ну, мы не особо молчим Мы, в общем-то, да Всем рассказываем Что у нас есть сериал Про сезон 2021 года Называется он Шинная борьба Поэтому, кому интересно Посмотреть Наберите просто В поиске РДС Шинная борьба И самое-то интересное Что мы выиграли Конкурс на Рутюбе Который у них назывался Из интернетов Телевизор Как-то так И на Матч ТВ Будут показывать В ближайшее время Говорят, что на майские праздники Там, конечно, всегда Плавает сетка Из-за того, что прямые эфиры Там всяких футболов Но, тем не менее Он обязательно будет То есть уже Утверждено Его будут показывать Кто в главных ролях? А, вот Аркадий Целеград Автомобиль Да, мы там гоняем Там нет Там все пилоты наши Все свои И там очень интересно Понять мир РДС изнутри А самое важное Что мы сняли уже И второй сезон Про 22-й год Лодавито И как раз на этом этапе Который сейчас будет На Москву Рейсвей В воскресенье В перерыве Будет премьера На большом экране Можно будет Не исходя с трибуны Посмотреть Первую серию Супер И один вопрос от зрителей Ой, уже от зрителей Они уже смотрят Мне кажется Так мы привлекли внимание Что ребята Сколько нужно тратить На резину И сколько комплектов Уходит за день соревнований Хороший вопрос Ну в профессиональном дрифте У нас 40 шин за веки Ничего себе На одну машину? На одну машину Вы что, транжиры шин что ли? Вот куда А вот куда дефицит В стране нет Да, но это на самом деле Не самая большая часть расхода Самая большая часть расхода Автомобиль все-таки Его содержание Шина это такой Небольшой расход Ничего Послушайте, а если вы Прекратите этим заниматься Шины подешевеют Грустно будет Самое время меня грязи Шины не подешевеют Хорошо, тогда я спокоюсь Ну я надеюсь Что вы сегодня не заснули Я думаю, что Это самое большое количество сообщений Которые я видел За последнее время В эфире При участии гостей А все почему? Потому что очень интересна Тема дрифта Всем нашим радиослушатым И это уже понятно В гостях у нас сегодня были Дмитрий Добровольский Руководитель российской дрифт-серии Председатель комитета дрифта Российской автомобилей Федерации Мастер спорта По автоспорту Аркадий Цариградцев Чемпион гран-при Российской дрифт-серии 2022 года Мужики Всех вопросов Понятное дело В эфире озвучить не можно Да, очень много Но мы все их читаем Вне эфира И предлагаем Нашим сегодняшним гостям На оценку Настало время выбрать Того человека Который получит Два билетика У нас были вопросы Значит что? Про искусство И насколько Реальность его отражает Один такой вопрос Сколько резины тратится У нас был вопрос В эфире тоже звучал Вот еще вопрос пришел К какому приему Какой фишке было Сложнее всего Научиться в карьере Аркадий? Ну, наверное Периодически проигрывать Да, чтобы По башке По кукухе не било Тебе это сильно Ты такой А в смысле Я все равно могу Я лучше И чтобы вот это В смысле Я все равно могу В тебе жило Продолжалось Тебя, значит Пушить вперед Подкалкивать Да, и чтобы ты Самосовершенствовался дальше А что может означать Отсутствие Собственной реакции На проигрыш? А что, я не знаю Еще пока не достиг Я такого еще не достиг Это супердзен какой-то В смысле Наверное, пофиг Наверное, после этого Перестану дрифтом заниматься Когда у меня никакой реакции не будет Мне кажется, это царский вопрос Он немножко асимметричный Ответ тоже не в лоб Так получается, царский вопрос Для царя был только что? Ну, получается, что так А вот так Отпраздную победу Ребят, ну все Поздравляем Поздравляем Два билета На первый этап Гран-при Российской дрифт-серии Да, получается Да, получается так Спасибо большое всем Кто сегодня нас слушал Всем, кто прислал вопросы Всем, кому интересен дрифт Давайте еще раз Да, еще раз коротко Куда мы идем в эти выходные 29 и 30 апреля Так Мы едем на Москва Рейсвей Смотреть первый этап Российской дрифт-серии Все Спасибо большое Дмитрий Добровольский Спасибо огромное Аркадий Целеграцев Были у нас в гостях Я думаю, мы еще вернемся К нашему разговору о дрифте Ближайшие, ну, полгода Год точно Приходите Мы всегда вам рады Кому мы рады еще По понедельникам Ну, есть у нас один дрифтер В студии появляется каждый день В 5 часов вечера Константин Михайлов Он дрифтует не на машине Вы не подумайте Он по жизни дрифтует В силу возраста Такая походка При которой он оставляет Черные следы за собой на полу Поэтому Константин Михайлов Вечернее шоу на радио Максим Милости просит Также в 23.00 Хеви Манды Я надеюсь, что он все еще Выходит в эфир С самыми тяжелыми композициями Вместе с Хоббитом Который мотал Что-то знает куда Но скоро вернется Ну, а мы, Дмитрий Шманчик Были с вами Всем пока До завтра не проспите Бутбай